Здравствуйте! На библейский портал Экзгет пришел вопрос. Откуда возникло выражение «пути Господни неисповедимые»? Что оно означает? В послании апостола Павла к римлянам есть слова «О, бездна богатства и премудрости и введения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Обозначают эти слова то, что Господь, который все устраивает ко благу, Он придумывает такие пути для души каждого человека, которые человек даже представить себе не может. Вот Он ведет каждого человека и старается привести его в свое царство, где считает нужным сопротивляется, где считает нужным помогает, где видит, что необходимо отнимает, где видит, что необходимо благословляет и прибавляет. И человеческим умом понять меру вот этой заботы Бога о человеке и форму этой заботы невозможно. Есть такое очень древнее предание, оно изложено в древнейших патриках, о преподобном Антоне Великом. Как однажды этот великий боголюбец, молитвенник, аскет, чудотворец, обратился к Богу с такой мольбой, чтобы тот объяснил ему, почему происходит то, что кажется совершенно несправедливо, почему злые люди богатеют, живут долго, бывают здоровы, а праведники лишаются всего, страдают, пребывают в, может быть, бедности или в болезни, гонимы. И вот несколько таких острых вопросов, которые бывают у каждого из нас. Святой Антоний собрал вместе и как бы задал Господа. Это был такой крик, Господи, объясни мне, почему? Господь не стал ему объяснять. Он сказал, Антоний, внимай себе, а то пути Божие. Удивительно, что значит внимай себе? Будь внимательным к своему пути, потому что тебе по размышлении, по молитве и по прошествии времени может быть понятен только твой путь. Он для тебя такой, как тебе нужно, для того, чтобы ты был спасен. И обрел вход в Царствие Небесное. Вошел в эту радость, в радость спасения. А другим другой путь. Как известно, разные болезни лечатся разными способами. Если двух человек в тяжелейшем состоянии на скорой доставили в больницу, то одного надо срочно резать, у него аппендицит, а у второго тяжелейший приступ астмы, его надо отправлять жить туда, где море и сосны, хотя бы на время. Если их поменять местами, оба погибнут. Но вот Господь знает, кого и каким путем вести. Об этом огромная и, наверное, самая трудная книга Ветхого Завета для понимания, книга Иова. Там вопросы о путях Господних, они, знаете, они как кровоточащие раны. Почему, Господи? Это вопросы, которые задают Иов и друзья его. Они пытаются найти ответ. В основном они говорят, Иов, ты в чем-то неправ. Ну, познай это, скажи, что было не так? За что тебя Господь наказал? Вот так страшно. А Иов отвечает, что я не вижу, я не согрешил. И в конце концов он слышит ответ от Господа, а в этом ответе самого ответа нет. Господь говорит ему о своем величестве, о своей премудрости, о том, что он творец окружающего мира. И Иов успокаивается. Он говорит, я раньше слышал Господа, а теперь я видел его, хотя само видение в книге не описывается. Вот он познает Господа своим сердцем и обретает смысл всего происходящего. Это тайна, которая может произойти внутри самого человека, познающего свой путь. А путь других людей иногда нам совершенно неведом, потому что мы же не знаем, что у них внутри, что у них в сердце, а Господь все видит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok, Добавил субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...